Этот мальчик родился неделю назад. Мама и папа назвали его Станислав. Что такое война, он не знает. Первыми, кто его встретил, были родные маминой руки и добрые врачи роддома номер 6. Все очень хорошо относились ко мне, вообще весь персонал. Огромное спасибо ему, очень-очень благодарны. И главному врачу, и женщине, которая поступила, и детскому врачу, и врачи, которые меня принимали, оперировали. Очень-очень хорошее. Все очень большое спасибо, потому что для меня это было очень важно. Родители Стасика из города Антрацит, что в Луганской области. Они приехали в Омск полторы недели назад. Беременные Маргарита вместе с мамой и мужем, нераздумывая, бросили жилье, машину и отправились в мирную жизнь. Несмотря на роды и материнские хлопоты, мысли женщины по-прежнему занимают события в Украине. Национальная наша хвардия, она собирает всех мужчин, которые приезжают с наших областей. То есть поехать родить ребенка, чтобы мужа забрали на войну, смысла абсолютно не было. И поэтому мы решили поехать в Россию. Просто другого выхода не было. Правда. Наконец выписка. Встретить долгожданное чадо приехал отец семейства. У него супруга – это первый ребенок. В глазах и радость, и страх за будущее своего наследника. Теплые, отеческие. Какие могут взвинуться с такой красотой? Пока найти только работу. Вот и все планы. Маленькому Станиславу, зная положение его родителей, главный врач шестого роддома Сергей Блауман, лично от себя подарил коляску. Теперь у малыша есть личный автомобиль. На территории Омской области на сегодняшний день зарегистрировано 4 беременных женщины из Украины. А это значит, что на свет скоро появятся дети, которым готовы оказать полную медицинскую помощь. После роддома семью Шевцовых не оставят наедине со своими проблемами. Наблюдать их планируют и дальше. Завтра же туда будет направлен, как положено, к любому грудному ребенку, выписанному врач-педиатр. Каждый день их будет посещать патронажная детская сестра. При необходимости они будут приглашены в поликлинику. То есть данный малыш будет наблюдаться, как любой среднестатистический ребенок в нашей области. По данным Министерства здравоохранения, на сегодня зарегистрировано более 400 обращений в лечебные учреждения детей разного возраста. Алла Аксенова, Андрей Кузьмин, Антенна-7.